добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео мы будем продолжать готовиться с вами к пасхе и сделаем пасхальную композицию простую но интересную яркую и веселую делаем кашпо своими руками и покажу в этом видео как сделать крокусы и будем начинать самого кашпо приступаем я беру обычный торфяной горшочек покупала его в цветочном магазине высота его 9 см и буду его красить белой акриловой краской окрашиваю просто кисточкой и окрашиваю в один слой и как вы обратили внимание что у этого горшочка такой завернутый неровный край я не стала его обрезать мне понравилось что это придает какую-то неряшливость придает какой-то особый шарм и смотрится интересно окрасили и оставляем высушить высохнуть краску где-то на полчаса тем временем подготовим картинку я использую декупажную карту и выбрала основной рисунок и отрываю делаю неровный край для чего я это делаю в дальнейшем на самом горшочке интересно смотрится именно с оторванным краем если вырезать картинку по контуру немножечко не тот эффект получается картинка готова и теперь приклеиваем горшочку приклеиваю на обычный клей пва наношу на горшок и приклеиваю равномерно картинку после этого на саму картинку немного копаю еще клеем и от центра к краям провожу по самой картинке кисточкой постепенно немного добавляя еще клеем если вы видите что картинка где-то неровно ложится очень важно выпустить воздух оставляем все сушиться и переходим к цветам беру отрезок желтой бумаги полтора на четыре с половиной сантиметра складываю вдвоем и вырезаю обычную форму капельки и у нас это будет лепесточек затем просто растягиваю верхний край у нас получается согнутый и на один цветочек нам нужно 6 лепесточков затем беру две тычинки складываю их пополам наношу клей и приклеиваю к ним проволоку прокрутила тычинки приклеились затем беру полосочку гофрированной бумаги тоже желтого цвета где-то шириной до одного сантиметра и обкручиваю этой бумагой тычинки и теперь приступаю к сборке самого цветочка наношу клей на лепесточек и приклеиваю на одном уровне вместе с тычинками чтобы тычинки не выше не менее затем приклеиваю второй лепесточек и третий так чтобы у нас приблизительно они были на одном расстоянии друг от друга и после этого на этом этапе я лепесточки немного выгибаю выгибаю и приклеиваю еще три лепесточка между предыдущими двумя то есть шахматном порядке приклеиваю последний лепесточек и наш цветочек готов немножечко еще поправляю расправляем и приступаю к листикам листики я делала абсолютно разных размеров где-то 1 на 9 10 сантиметров и вырезаю просто заостренный тоненький листик на один листочек я вырезала где-то 2 где-то 3 листика и теперь у обычной зеленой тейп-лентой тейп-ленту можно заменить на зеленую гофрированную бумагу отступаю немного где-то 4 сантиметра и прикручиваю два листика обязательно нужно чтобы листики заходили на сам цветочек и цветочек готов и теперь переходим к сборке букета пенопласт заранее подготовила вырезала форму обклеила зеленой бумагой и вклеиваю в свой горшочек затем сверху еще немного добавляю сизали зеленого цвета это делать не обязательно по желанию мне кажется что в таких букетах он придает что-то наподобие травки напоминает мне вы смотрите по своему желанию подготовила 8 9 крокусов желтого цвета и еще несколько кротов крокусов светло-голубого цвета как сделать вербу я уже показывала ссылочку оставлю обязательно в описании в этот букет я тоже буду добавлять вербу и сделала еще вот такие вот разноцветные перепелиные яйца я не буду останавливаться на этом я думаю что можно их купить в любом сейчас магазине я их делала из глины скрутила шарик и сформировала и покрасила и теперь собираю сам букет начинаю с тех цветов которые у меня больше всего так как у меня пенопласт оклеен уже бумагой и сверху еще добавлен сизаль то прокалывается довольно тяжело проволока тоненькая поэтому я помогаю себе шпажкой располагаю сначала желтый крокус по кругу расположила все крокусы затем немножечко хочу их разбавить светло-голубыми цветочками и при составлении букетом этого я поняла насколько важно все-таки делать цветы и удобно кстати именно на проволоке ведь если делать на шпажках или на зубочистках то невозможно выгнуть сам цветочек или направить его какую-то другую нам нужную сторону и постепенно составив по кругу весь свой букет запомнив полностью свой горшочек моя композиция готова если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь всем пока пока до новых встреч